Вся история мира состоит из одних и тех же процессов, что заключается в алхимии нашей души, в созидании, в соприкосновении с сущностью бытия, к сливаниям, с памятью рода и наших предков. Идя по дороге мудрости, мы созидаем души наших предков. Что такое душа? Душа – это кусочек некой материи, которая переливается всевозможными красками своей необъятной утонченности, чувствования к этому миру, к понятию процессом, что происходит, зачем происходит. Человек приходит на эту землю вновь и вновь, как сезоны, которые сменяются постоянно, не нарушая ритмов руки, которую изначально зовут Творец. процессы творчества – это некий взрыв, который происходит в жизни каждого человека. Процессы творчества показывает природа. природа изначально показывает нам суть души, развития. Год за годом меняемся мы, меняемся в потоке бешенства этих всех процессов технологии. Меняются наши дети, меняется наше окружение, меняется мода и предпочитание людей, всего человечества. Но природа и ее суть остаются неизменными. Как Бог показывает нам весну и рождение, зачатие, сливание двух мощных сил, мужской, женской, иньской, иньянской, превращаясь и переходя плавно в лето, созревая, притекая в осень, в мудрость золотых листьев, заканчивается этот процесс всегда зимой. с унылостью, обездвиживанием, поглублением себя в свою душу. Появляются тысячи, миллионов вопросов, зачем я и почему я пришел в этот мир. Зима, она как богиня смерти, погружает единство природы в сковывании, а также и расширение понятия всех циклов, которые неотделимы один от другого. Они просто притекают и каждый год показывают нам, что мы изначально рождаемся и изначально заканчивается наша жизнь здесь, на земле, зимой. Зима – это некий период вхождения в другой мир и узнавания своей души, а именно души опыта, который вложил в нас наш род. и сейчас осень показывает нам этим золотом на деревьях, какой душа наша должна покинуть этот мир, если она выбрала этот путь, путь открытия себя, предназначения в этом мире. А также, если вы заметили, во все сезоны существуют бури, метели, грозы, да что бы то ни было, но деревья настолько сильные и крепятся своими корнями за землю, что они, как люди, тоже стоят на пороге ветров, некоторые деревья ломаются, но многие стоят, стоят до сих пор, и также проходят свои циклы, но никто из нас не слышит, как деревья жалуются, или как растения ищут свое предназначение, или гневаются на грозу, или дождь, или холод, или метели, они просто засыпают, просто рождают, просто исполняют свое предназначение в этом мире. так же и люди со своим даром, которым дал им Творец разговаривать и знать, что они умрут, проживают эту жизнь и все эти циклы из года в год для того, чтобы не умереть, а нужно их проживать для того, чтобы умереть рано или поздно и знать, зачем ты жил, что ты сделал в этой жизни, именно со своей душой, со своей алхимией становления себя, открытия своего творчества, понимая природу, изучая и наблюдая за дождями, за огнем, за ветром, какие задачи они исполняют, зачем это они делают. Так же и наши предки, и наш род изначально без всяких технологий проходил все алхимические процессы эпох и собирал и собирал самые-самые сокровенные тайны всего времени, которое заложено именно в этой частичке, что и называется наша душа. глубина смысла того, что я сказала, не относится только лишь к духовности или к душе. Душа дана, чтобы вспомнить, но действовать и вырабатывать в себе стойкость принятия всего, что происходит в этом мире, уметь выстоять, уметь использовать дары природы, понимать шелест ветра и разум дождя. Это наша задача. Это наша задача, которая вложил в природу наш Отец Творец. Когда мы начинаем понимать эти все процессы развития, становится спокойно и легко. У нас некая роль наблюдателя себя и наблюдателя, что происходит с внешним миром от смены наших эмоций. Потому что мы и есть энергия. и каждый из нас влияет так или иначе на мироздание. И стих, который я зачитаю, именно связан с основами бытия. На этом я с вами прощаюсь и желаю плодотворной, теплой осени. Исчезли трели соловья, вуалью томной осень вдруг сады, поля, овраги, реки покрыло дымкою туманов круг. Деревья вдруг осели, сникли, теряя золото наряд. Бутоны роз в садах поникли, стоят в полях лишь ели в ряд. И запах гнили, как в рабницах, и холод, темнота, печаль. А это лишь смертей царица одела осень в траура вуаль. И вдруг снежок порхает, веет белым-белым вокруг зима. И зимний луч нам душу греет и манит, манит, и зовет она. Куда зовет, куда-то вдаль, душа к огню зимой стремится, и хочет взять и раствориться, и манит, манит свет хрусталь. И долгожданный Новый год пройдет, сметет все ураганом. Должно быть все наоборот, и счастье кажется обманом. Метель закружит или слякоть, а то и кашель и озноб. И хочется домой поплакать, упасть в постель, свалиться с ногу. И это тянется, гнетет, и душу крутит, мутит. И где тепло остался лед, а где же Бог так душу крутит? И вот капель стучит, звенит, рождение, свет, любовь, веселье. Душа поет, душа добреет, вокруг от жизни все горит. И просыпается земля, и птица сьего пролетают. Послушай трели соловья, опять нас к жизни возрождают. И жизнь идет весной одета в шелка нишнейшей красоты. Ложится стих на лист поэта, и появляются мечты. А тут и лето подоспело, в цветах и в зелени тепло, и ночи коротки, и ягода поспела, и хочется любить, пока не рассвело. А следом осень, и опять зима. Так сокровенно Бог нам открывает, что жизнь и смерть основа бытия, что душу нашу краю приближай. Приближай.